Так, Бокертов, мы с вами сегодня начинаем новый Масехет. Этот Масехет называется Швейд, и он посвящен законам о седьмом годе, да, шаббатном годе так называется. Есть семьи недели, седьмой из которых суббота святая, где когда нельзя делать никакой работы, как сказано в Торе. А есть седьмой год, в который тоже запрещено вспахивать поле, как сказано в Торе. Это глава Бехар, где написано, что Всевышний, обращаясь к Муше, говорит, что Когда придете вы в землю, И придете вы в землю. А ты так и сказал, что ты присоединишься. Да, окей. Будет земля отдыхать седьмой год для Всевышнего. Садеха, семь, шесть лет засевай свое поле, И свой виноградник, И собирай свой урожай. Но в седьмой год, шаббат, шаббатон ела, Написано, будет суббота, суббот для земли, Шаббат ла Ашем, шаббат для Бога, Садеха лот изра, поле своего не засевай, Кормеха лот измор, написано в Торе. Виноградника своего не засевай. Сфех, будем сейчас учить. Это то, что выросло у тебя самовольно. То есть семена упали, и ты ничего не сажал. Но у тебя выросло, когда-то упали семена случайно. Да, тоже не собирай. И виноград своего поля лот и витсор, Не собираешь над шаббатон ела арец. То есть урожай в том виде, как обычно это делают, Собирать нельзя. Да, и та шаббат, а раз лахем на вахла, И будет у тебя... О, что-то присоединиться. Так. Шнад шаббат ла Ашем, а и та шаббат, а раз лахем на вахла, И будет для тебя субботний год лахем на вахла. Для тебя для еды. Лехала, вдыхала, ламатеха. Ну, ты можешь использовать этот фиак, то, что само выросло. Для рабов, для рабынь, для продажей. Можно, пожалуйста, убрать звук? Шкоах. Улэта уже хагарим и мах. Да, и для пришельца, который поселился с тобой, Велимхэмтехавэлэхаяшэрбрацэхатьекольтвуаталэхоль. И твоему скоту, и дикому зверю на твоей земле Можно будет, да, есть этот урожай. Итак, это просто был отрывок истории. Это был просто отрывок истории. Давайте, да, сделаем вступление к нашему Масэхату. И здесь написано так, что седьмой год называется Год Шмита. Как бы упразднение, удаление. Сейчас поймем, почему он так называется. Мы узнаем, что, оказывается, День Шмита не только запрещено пахать, сеять, но на самом деле прощаются долги. Седьмой год. И слово Шмита, это больше связано с прощением долгов. Но из-за этого как бы дали полностью название всему году Шмита. И поэтому весь Масэхат тоже называется Швит. То есть седьмой год по его сути. Итак, три вещи у нас есть в этот год. Аль Шмита Токарка. Аль Кдушата Перот. Земля должна отдыхать. Плоды этого года, они имеют какую-то святость. Их нельзя выбросить, их нельзя ими торговать. Мы сейчас все это увидим. Аль Шмита Токсафим. И также нужно прощать долги. Как мы сказали, то есть три основных закона. Пинят Шмита Токарка. Мефарет это Тура. Что касается того, что земля должна отдыхать. Написано прямо в Торе. Мы только читали. Есть четыре запрещенные работы. Зрия. Запрещено сеять. Запрещено змира. Это прививать виноградники. Кцира. Запрещено сжать. И бецира. Запрещено собирать виноград. Да, да. Змира бихлан зрия. И на самом деле сбор винограда, это как бы подпадает под зрию, под сеяние. Ша змира гилет то элит гиду ля илан. А нет, змира это тоже как сеяние, только для деревьев. То есть сеешь ты там злаковые, например, а змиру ты делаешь деревьям, чтобы они как-то прививаешь, может, отрезаешь, подрезаешь, и они от этого растут. Это то, что провоцирует их рост. У бецира, бехлан кцира. А что касается сбора винограда, это то же самое, что кцира, то есть жатва. Понятно? То есть как бы нельзя, короче, сеять и нельзя жать. То же самое касается винограда. Нельзя прививать и нельзя собирать. Но это как бы зеркально те же самые законы виноградника. Что да, и, кстати, в шаббат то же самое, что сени и жатвы являются ав-мелаха, главной работой, а змира и бецира называется толада, производная от этих работ. Оно имеет такой же статус, но оно как бы является производной. Окей. Велаема портана готов. Так почему Тора про них пишет? Если так и так, понятно. Одно из другого следует. Это учит нас, что по Торе только эти четыре вида работ запрещены. То есть именно сеять, сжать в поле и в винограднике, в саду, где у тебя деревья. Оно есть, которые говорят, что вспахивание земли тоже запрет Торы. Ведь сказано, при пахоте и сборе пусть отдыхает. Несмотря на то, что вначале речь идет про шаббат, есть, которые объясняют, что здесь идет обязанность именно про год швид тоже. Что касается других работ на земле, все, что улучшает землю, или также дает, возможность исправления деревьев, то есть, уже запретили мудрецы. Мы сейчас увидим, что мудрецы много чего, как бы, да, добавили. То есть, да, как бы седьмой год. Так что, минута в минуту нельзя начинать работать. Да, мудрецы сказали, там, за 30 дней, а то и больше мы увидим в первых мечтает. Спор бе-чамая бе-дхилеля. Да, то есть, да, как обычно, поставили ограду вокруг этого закона. Да, аллахала мошеми-сина. Есть закон мошеми-сина, и мы получили по традиции шесть суров, да, от каркам адхил шло-шим йом лифны-тро-шана. Пожалуйста. Что необходимо, завершать обработку всей земли за 30 дней до субботнего года. Вейну нуэгена без мачи в этом игдашка-ям. Да, а что касается, это называется то сэфэчвит. Если вы слышали, что есть такой же закон в шаббат. Мы немножко прибавляем к шаббату, да, мы его встречаем чуть раньше и заканчиваем. То же самое есть с годом седьмым. Вейну нуэгена без мачи в этом игдашка-ям. Да, и он применялся, он не исключительно во время, когда существовал храм. Однако мудрецы но мудрецы расширили понятие то сэфэд добавления к седьмому году и, да, две вещи они постановили. Что от момента праздника шавота и далее. Что касается садов. Умихага пэсах вээдах бэсэдэ твуа. Ар, начиная от пэсаха и дальше для злаковых, то есть для обычных поля там с пшеницей, например. Аванми брайта, нишбераш, рабангамлея, да, нишне. Но в брайте написано, что рабангамлея ли его бэйдин. Они упразднили эту добавку. То есть оставили только 30 дней. Были еще как бы устражения, но один момент, рабангамлея с его судом отменили эти устражения, оставили только 30 дней перед непосредственным наступлением седьмого года. Дино и ткинуши юмутаримбе абудат харес адроша шана. Микан пусэкарамбам шабизманшин мигдаш мутаримбе абудат харес адроша шана шэльшвид кетин тура. И поэтому Рамбам даже говорит, что в наше время, когда нету бэйдмегдаша, разрешается обрабатывать землю до роша шаны непосредственно года седьмого швита. Окей. На самом деле, да, законы года швита, они очень многочисленны. Нужно брать специальную литературу. Наша мечта, мы только познакомимся с базовыми принципами. Это многое для нас откроет, но как бы надо знать, что истинные законы, я вот просто сейчас был в Израиле, и это был год швит, то есть этот год, этот год швит. И там многие вещи были актуальны. Я взял с собой прямо книгу, очень хорошая книга есть, да, в переводе на русский язык, со всеми законами швита, да, все, что может быть и с плодами, и обращения, и все. Очень, да, и, да, много очень законов. Но, мы учим, что у бенянг душа от первого швит, поэтому касательно, что касается плодов седьмого года, хорошо, выросли плоды, теперь что делать, да, написано четыре вещи. Ла шмит, в лавкир, коль ма што циарет, надо уничтожить и сделать ничейным все, что произвела земля в этот год. Сама по себе, как сказано, швит, или, да, это зверям полевым. Веколь ану эль кормо осцак саде у бешвит битель митсватасе. А каждый, кто продолжает облагораживать свой виноградник или свое поле в седьмой год, он теряет повелительную заповедь Торы упразднить и не делать этого, в хэн и масса в коль природе то в поеду, а если он еще и соберет урожай все плоды себе в дом, а филуан минат лэ халкам ля ним, даже если он собирается раздать это бедным. Нельзя. Это явкира коль аяда коль шавимбо. А надо просто все сделать ничейным и у каждого рука одинаково имеет право на эти плоды. Все, просто они не твои, как бы, ну, да, кто хочет иметь такие же права, как и ты. Он имеет право приносить домой только там чуть-чуть, сколько ему непосредственно необходимо. Теперь разошлись во мнениях хахронии бейнян митсвазу в отношении этой заповеди. И моя мутеретана адам она лежит на человеке, то есть имеется в виду что именно сам человек должен сделать свои плоды ничейными. А если он этого не сделает, он не исполнит повелительной заповеди Торы. вейна перот эвкер и тогда плоды не станут ничейными. Или же кан афкаата демалка демалка это происходит как бы автоматически. Все, плоды становятся ничейными, они не твои. То есть сама Тора сделала твои плоды ничейными. они сами по себе являются ничейными. Вело баа митсва и получается, что эта митсва приходит только научить тебя показать чьи плоды арейгу овер аль митсва тасе. А, что да, что эта митсва просто тебя учит, что если ты ведешь себя с плодами как их хозяин, арейгу, тогда ты нарушишь повелительную заповедь. Итак, да, есть два подхода. То есть плоды твоего года должны быть ничейными. Что значит должны быть? Ты должен принять в этом участие сказать, мои плоды ничейные. А если не сделал, как мне делать фильм, ты не исполнил заповедь, плоды не стали ничейными, ты нарушаешь каждый раз повеление Всевышнего. Или же нет, это происходит автоматически. Просто не веди себя так, как будто ты их хозяин. Тогда ты наручишь повеление Торы, что они должны быть ничейными. Окей, тонко, но разница есть. Второе. Нельзя торговать плодами седьмого года. Пожалуйста, тебе нужно поесть, зайди, откуси, поешь, даже корзинку собери, дома всех угости. Но торговать нельзя. Потому что сказано, это шаббат, а арец лохем лохла. Шаббат, а арец лохем лохла. Ведаршуха хамим лохла вилолис хора. Написано, и будет это отдыхом для земли, для еды, для пищу, говорят мудрецы, в пищу, а не для продажи. Окей. Третья уникальность, что касается плодов седьмого года. Шейн лохсит, перот швид. Нельзя их уничтожать. Как и любая вещь, что это какая-то святость, нельзя пронебрежительно к этому относиться. Поэтому, да, мы были в Израиле, то есть иногда тебе попадают плоды седьмого года. Что делать? Хорошо, съешь их. Ты можешь взять какое-то количество и съесть. Проблем нет плодами седьмого года. Но нельзя бросить их в мусор или как-то пронебрежительно с ними относиться. Надо аккуратненько завернуть, убрать. Эти законы по сей день действуют в Израиле. Почему опять мы учим из этого пасука? Написано для пищи, а не для уничтожения. И до плоды седьмого года можно есть, пить, делать из них соки или даже использовать в качестве натирания. Есть то, что принято есть, пить то, что принято превращать в сок, например, апельсины, и пить. И то, что используется для натирания, можно использовать. Это Рамбан. Рамбан же считает, что этот пасук, что будет для тебя эта земля отдыхать, а только вам в пищу, это наоборот повелительное заповедь. Ты должен есть от плодов седьмого года. Однако Рамбан и другие считают, что для пищи это как неповеление ешь, а имеется в виду это как бы разрешение, ты можешь их есть. Но он не обязательно должен. Или шиба катувля ашмену шиам перот шиадам локех не уничтожать, не пренебрежки не относиться, и не отходить от этого обычая. Но ты можешь также использовать их, например, для зажигания свечей, если это оливки, которые ты собрал, сделать из них масло. Можешь использовать их для крашения, использования красителей. Многие растения используются как красители. Немцену эфо лэмэйдим шеперот агделим бешвит, бен перот хайлан, бен асфахим айну мачагадар мин зереш на фарбер сфит, мутар ми натурал эхоль. Теперь, что мы выучили? Получается плоды седьмого года, а также сфихим. Сфихим это то, что выросло само по себе. Ты это не сажал, но знаете, каждый год, даже если ты ничего не будешь делать, что-то нет, нет, у тебя на поле вырастет. И то, и другое можно использовать пищу, мутар ми натурал эхоль паторе. Однако, надо кушать их в всех законах седьмого года, в святости, ума шанемар эсфех кисархал лотикцор вэйтин вэйни зерехах лотикцор а то, что написано само вот эти выросшие на своем поле не срезай и то, что выросло на винограниках не собирай, имеется в виду это как делают обычно люди, которые сжинают производственными комбайнами. Но пойти что-то сорвать для себя это можно. А так, то есть с измененным способом, то есть обычным мят-мят понемногу, лефи от сорок сколько тебе нужно. Ну можно там в холодильник положить, но не производственным масштабом набивать амбар. Вот это нельзя. Однако, мудрецы запретили все виды самовыросших растений, шельтвуа, пшеницы, китниот, бобовых или овощей, которые идут в пищу. Почему? Потому что были те, которые говорили, а, да, серьезно? То есть можно? Так они продолжали полностью сеять и говорить, не, не, что вы, это все у нас само выросло. Само выросло и собирали урожай по полной. Чтобы такого не было, мудрецы вообще запретили использование самовыросшего урожая. Поэтому разрешается есть только плоды деревьев. Плоды деревьев действительно очевидно. Они действительно сами по себе даже ничего не делают, что продолжат яблоня, расти яблоки на ней. Это не называется а также какие-то виды растений или цветов, которые люди обычно не засеивают. С ними проблем нет. Четвертое. То есть еще что-то интересное про плоды 2007 года, что их нельзя есть. Их можно есть все то время, пока они растут. То есть ты отложил, ешь, отложил, можешь положить себе и там неделю кушать. Но если ты себе отложил и это перестало расти в поле, то есть оно уже не вне доступа. Прошел сезон, они больше не растут. В этот момент ты обязан полностью от всего избавиться, то есть сразу раздать замочатцам, все съесть в ближайшие сроки. То есть ты не можешь сохранить то, что все то время, пока это еще в поле растет, люди приходят, берут, собирают, ты можешь у себя в холодильниках дома хранить. Клубнику заморозить. Клубнику можно заморозить, но как только она перестанет быть в поле, тебе придется ее сразу съесть. Да? Дыха шабабай. Или отдать скоту, что угодно. То есть ты должен от нее сразу избавиться. Митсвазу не кред, митсвата бьюр. Это называется заповедь бьюр. Уничтожение. То есть есть такая заповедь, называется бьюр. Если прошел срок, а ты заходишь, а у тебя там еще осталось три ведра, ты собрал. Как это исполняет эту заповедь? Митсвазу не кредит, но в кир, уэт кола перо, че не хнастан, тох бейтоб. Когда наступает время бьюра, в это время, когда все сезон не растет больше этого в поле, человек должен сказать, что все, что у меня, становится ничейным. Беми седеху, беми седеха хер, как на поле, так и на другом поле, на чужом поле. То есть ты выносишь все из своего дома и говоришь, мы же сарихли то ли то, пожалуйста, кто говорит хочет, забирайте мою клубнику замороженную или там пшеницу или что у тебя. Барам, рашай, губя, от смоллах взорвали, зыкот баэм. Но, причем идея, что ты сам тоже можешь, после того, как я это сказал, можешь взять и приобрести это. А валим локием митсвата бьюра рэгема сурим бахила. Но если ты не исполнил заповедь бьюра, они становятся запрещенными в пищу. И по мнению что недостаточно просто сделать Эвкер. Рамбам говорит, что нужно именно их уничтожить. А Райвет дает тому два объяснения. Первый. Что как только это становится недоступным животным в пищу, то есть они больше не могут зайти и найти это в полях, вот тогда наступает момент, когда ты должен вынести это из дома и сделать воничение. Это первый вариант. А второй. Когда их больше нет на земле. Что тогда нужно их действительно уничтожить? Уже уничтожить. А. Ага. Он говорит, что здесь два этапа. Первый, когда уже животные не могут найти. Второй, когда их нет вообще на земле, их больше не производит. Первый вариант. Ты должен их вынести еще можешь сделать их просто Эвкером ничейным. Но если уже наступил точно так, дождался уже осень, уже ничего прям не растет, тогда их надо просто уже уничтожить. То есть в чем идея? Плоды седьмого года должны быть полностью реализованы, цикл должен закончиться в седьмом году. Ничего не может остаться, даже раньше, как уже перестает расти. Только у тебя есть это время. кулиоаниньим Hala лукоролим айфо бедушат пирот швит в кетру байлият остафут айн миспар ледина в эра сирам ши еш в пирот швит шан в кем гдушат швит Да, сколько мы с вами перечислили уже законов, да, что их надо сделать Эвкером, да, есть, но не торговать, есть, но не уничтожать, также и заповедь Биур, их полного удаления, когда они перестают расти. А что касается Шмитат Ксофим, мы сказали, что если человек был должен другому деньги, но наступает год Шмиты, то конец, год Шмиты обнуляет долги, ты больше не можешь взыскать с него свой долг. То есть нельзя, что человек теряет право взыскивать свои долги, если, да, сейчас мы узнаем, что на самом деле есть махлокет, спор по поводу того, что только те долги, срок выплаты которых был в год Шмиты, вот эти долги ты не можешь взыскать. Но если ты одолжил человеку на 4 года, а следующий год Шмиты, то есть выплата, она не была в год Шмиты, она будет потом, после года Шмиты, ты можешь взыскать. То есть, да, если именно совпадает год Шмиты с взыскиванием, ах, ты не можешь взыскать, все, а потом тоже не можешь взыскать. Но если год Шмиты, это махлокет в тракторе Мако тоже приводится, мы тоже в последней главе нашей Мишны будем разбирать эти законы. Почему Всевышний так сделал, сказали наши мудрецы, Всевышний сказал, шесть лет засевайте, а седьмой год пусть земля отдыхает, чтобы вы понимали, что земля моя, а не ваша. Человек ее обрабатывает, человек считает, уже поделил землю, забор поставил, думает, мое. Да, Всевышний говорит, напомни себе, что ничего твоего здесь нет, земля моя. Чтобы не возвысилось сердце ваше при урожае поля вашего. Раша пишет, это одна из причин Шмиты, чтобы мы поняли, что Всевышний над землей. Да, а также, что все заповеди, которые будем учить касательно Шмиты и Йовеля, они пробуждают милосердие в людях, заботу о других. Как сказано, и пусть бедняк твоему народу, и поделись с ним, и со зверем полевым. Чтобы земля, и также, чтобы земля обновилась, земле тоже нужно отдыхать, она восстанавливается. Это большая милосердия для рабов, для бедняков. То есть, что шмотат кисфим и шмотат овадим, потому что они прощаются длоги. Мы говорим, что причина заповеди, все что я так сказал. Но в этом есть какие-то тамим, какие-то еще внутровые смыслы, которые мы знаем. Чтобы породить, то есть заложить глубоко в нашем сознании понятие обновления мира. Что шесть дней творил всевышний небо и землю, а в седьмой день он ничего не творил. А не то, что люди говорят, что это был вечный цикл, и все было всегда. Да, как считают еретики, мы знаем, что на самом деле всему положило время тоже имело начало. Поэтому мы отчитываем шесть лет и седьмой год отдыхаем, напоминая в себе творение мира от его творца. Что всегда эта идея будет перед нашими глазами, если мы будем соблюдать этот год. Точно так же, как мы считаем, семь дней недели, а в шаббат для покоя. И поэтому запоминал Всевышний. Делать ничейным все, что производит земля в этот год. Мельват ашвита ба. Гдэйши скоро адамки аэрэс шамуйтия лэха пэрод бэхошана вэшна. Лоб бэкоху без гулута ки ешлаген аддон алькорадонэха. Чтобы человек понимал, что не только его усилия, о, как бы такая машинка я делаю. Все, что вырастет, результат твоей работы всецело зависит от Всевышнего. Да, это чудо, что ты делаешь определенные вещи, а потом, да, все остальное из-за тебя, как бы, доделывает природа. И поэтому хозяин, который все это делает, может поприказать тебе сделать это ничейным, а не твоим. В лодье, что ли, дбэдаварис, еще одна польза, леклот базамидат, витранут. Ты приучаешься отказывать себе, то есть ты приучаешься вот такой вот, не то, что щедрости, а вот ватранут. Человек, когда превозмогает себя. Потому что нет большего милосердия, чем отдавать без корыстных целей. То есть ты просто отдаешь, ты ничего не ждешь. Так это ничейное, пожалуйста. Вот есть, что ли, это хэрбаза, есть еще одна польза. Что человек растит в себе веру и упование во Всевышнего. Самое главное, ну, тут все главное, да. Но ты начинаешь, мучаешься доверять Ашему. То есть тем образом, человек в себе, в сердце и всю свою семью обучает простую идею. Да, что не будь чрезмерно, полагаю на свое имущество, да, на этом зависимый, в этом фокусе. И не теряй веру во Всевышнего, то есть упование на него. Все зависит от Ашема. Как сказал, И да, структура данного трактата следует обычному для Мишны порядку. Трактат начинается с законов, касающихся года, предшествующего субботнему. То есть первые две главы будем говорить про шестой год, пятничный год, да. Потом в третьей и четвертой главе будем описывать запрещенные, разрушенные в субботний год. То есть будем говорить про сам седьмой год. А в следующей пятой главе приводим законы, связанные со сбором урожая, а также законы, поясняющие, как поступить с плодами урожая субботнего года. Это уже написано в седьмом, девятой главе. А глава десятая посвящена списанию долгов. А вот такие вот десять трактатов нас с вами ждут. Да, и Бейзрат Ашем. Здесь мы с вами, да, мы с вами уже четыре дня просто у нас сделали овервью, такой прошли весь Масехат. Нас ждет десять очень увлекательных трактатов. И много здесь, на самом деле, важного. Особенно, да, то есть седьмой год, в отличие от Келаем, у тебя должно быть поле, чтобы это тебя касалось. Но плоды седьмого года, если ты просто попадаешь в Израиль в течение года, седьмой год, как в этом году, например, вот ты сразу сталкиваешься с этими законами, поэтому они более актуальны. Не будем делать первую мечту, потому что тоже очень важное вступление. Давайте скажем Лейлу Нишмат. Шалва. Я написал, я написал, я написал, я написал, я написал в телефону тебе. Да, да, я вижу. Сегодняшняя, да, сегодняшняя Тора была посвящена Лейлу Нишмат, что Батай Бен Рау-Вен, Аннулад Мин Хана. А также возвышение души. Батай Бен Рау-Вен, Аннулад Мин Хана. Батай Бен Рау- Бен Рау-Вен. В cóettle, Батя Бен Рау-Вен. Батай Бен Рау-Вен. Батай, Бен Рау-Вен. и до завтра. Всем и шаркоах. Спасибо большое. А шаршев тебе забьет? Да, без рата шем. Я думаю, минут через 15 буквально перерывчик Тверин снять мне. И там я напишу в группу. 15, да? Да, 15, там 17. Напишу? Хорошо. Напишу обязательно.